На днях глава МИД Венгрии Фиарта заявил, что несмотря на критику со стороны других глав МИД Евросоюза, Будапеш продолжит продвигать проект «Друзья мира». И вот интересно, приветствуют ли в Москве у нас желание таких стран, как Венгрия, Китай, Бразилия, найти какую-то собственную формулу регулирования украинского кризиса и их нежелание, вот такое вот явное, следовать всяким формулам мира от Киева или от Запада? Ну, я просто хочу обратить ваше внимание, что даже сам киевский режим уже не использует понятие формулы мира. У них теперь формула победы. Но мы понимаем, что это формула беды. Поэтому тут даже говорить не о чем, все понятно. Уже предыдущая агитка выброшена в ведро. Все. Понимаете, это как, знаете, прошлогодняя листовка, которая уже выцвела, облезла, оборвалась. Вот она уже никому не интересна, эта формула мира. Теперь уже, видите, новая. У Зеленского новый хайп. Он там сложил, опять ему сложили буквы в слова. Неважно как, неважно что, главное, значит, озвучить. Это во-первых. Поэтому тут все понятно. Все эти формулы мира, все эти бюргенштоки, все это само себя дискредитировало. И, в общем, по-моему, если я осталась только как очередная платформа по какой-то там, знаете, по пусканию шапки по столу, знаете, кто сколько положит в нее. Вот только для этого. А что касается наших партнеров, союзников или стран, которые, очевидно, понимают, что затея Запада провалилась, и все это нужно каким-то образом выводить, так сказать, из тотального пике. И все те, кто конструктивно настроен и предлагает свои инициативы, мы только приветствуем все, что связано с пониманием первопричин этого кризиса и с желанием рассуждать не на тему продолжения бойни, поставок вооружения и затопления региона кровью, а, так сказать, движения в сторону мира, света при использовании политико-дипломатических инструментариев. Другое дело, что то, что было объявлено, мы уже комментировали, оно должно как-то себя, видимо, проявить, зарекомендовать, найти какие-то формы существования, работы, эффективности и так далее. Мы обозначили, что, конечно, озвученное в том числе и китайским лидером понимание, которое должно лежать в глубине подобных процессов, а именно работа с первопричиной кризиса, должна, естественно, стать основой для вот этой новой очередной какой-то инициативы.